Привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Назаров. Я психолог по международным отношениям. Я хочу с вами пообщаться на тему 10 признаков того, что отношения давно пора заканчивать. Разные есть отношения, совершенно разные. Зависит от вашего менталитета, от вашей культуры, от вашего возраста, от всего. Очень есть много, конечно, факторов. Бывают различные ситуации, бывают исключения. Но сейчас вам будет список предоставлен 10 самых таких ярких тематик, почему пора заканчивать отношения уже. Если вы хотя бы три из них находите в своих отношениях, то как минимум стоит задуматься. Если там есть пять либо больше, то делайте соответствующие выводы. То есть, что-то пытаться там реанимировать, это такой себе исход. Итак, поехали. Первое – это у вас нет общих тем для разговоров. Либо у вас их не было в принципе вообще изначально, у вас совершенно разные темы, вам не о чем разговаривать. Он любит, не знаю, футбол, у него в голове один футбол, либо одна работа, у вас там в голове одни ноготочки, либо одна готовка. Вам просто не о чем разговаривать. Либо тема пропали, они были, но они пропали. То есть, вы настолько отдалились друг от друга, что вам просто банально не о чем разговаривать. Второе – это ложь в отношениях. Это ложь, это постоянное вранье. Это если вы умудряетесь своему партнеру врать во всем. Где вы были, с кем вы были, с кем вы общались, что вы делали, почему вы это делали. Вы вынуждены постоянно как-то приукрашивать, недоговаривать, что-то придумывать, кого-то подговаривать. Вот если вы наблюдаете ложь со своей стороны, либо с его стороны видите, что он вас постоянно обманывает уже систематически Делайте соответствующие выводы, без доверия отношения не строятся Если ты человеку не доверяешь, ты будешь с ним постоянно сидеть, как на иголках Ты будешь постоянно ждать подвоха, ждать, что тебя предадут, ждать, что тебе сделают больно, ждать, что тебе изменят Ты будешь вечно подозревать Вот это вот подозрение, это равносильно тому, чтобы просто посадить свою голую задницу на доску с иглами Вот то же самое, просто посиди на ней, эффект будет один в один Ты будешь как-то на иголках, так же не зря говорят Следующее это у нас неуважение и хамство Это когда вы общаетесь с партнером уже не то, что в шуточку, там, ай, ты там, моя задница Ай, там, пошел в попу, пошел в задницу, там, дурак, придурок, там, еще какой-то Это шутки еще допустимого характера Но когда начинается именно прям уже неуважение и хамство, что ты такая тупая Ты такой, да пошел ты на И вот начинается именно уже грубость Прямо-прямо с презрением, с каким-то таким вот неким неуважением Как можно быть с человеком, который ты не уважаешь? Я тебе сейчас скажу по-другому Представь, что ты стоишь напротив зеркала И вот зеркало, это твой партнер И вот то же самое, что ты говоришь ему, ты просто говоришь само себе сейчас Либо самому себе, неважно Неуважение к своему партнеру, это неуважение к самому себе Моментально просто идет Почему? Потому что твой партнер, это сугубо твой выбор Тебя никто не заставлял, тебя никто не держит там насильно Тебя никто к батареи наручниками не пристегивает Это твой выбор, осознанный Дальше это у вас есть проблемы с интимом У вас есть проблемы с сексом Почему? Скорее всего потому, что есть какие-то другие факторы Смотрите, бывают разные ситуации Бывает то, что у вас в принципе изначально разная половая конституция То, что представим себе, ты очень горячий Любишь там, не знаю, раз в день Либо хотя бы раза 3-4 в неделю А ему достаточно, не знаю, раз в месяц Дай бог это в лучшем случае Либо по праздникам Бывают такие ситуации, бывает наоборот То, что он хочет постоянно Ты хочешь, не знаю, раз в неделю, раз в две Раз в месяц так же Бывает несовместимость уже изначально Это один разговор А бывает, что у вас все прям прекрасно Все чудесно Искры из задницы летят Все классненько Но в какой-то момент бац Наступает период И вы просто друга не хотите Все, нет желания Не хочу Чаще всего это проявляется Это не основной фактор То, что просто бац Ни с того ни сего пропало У меня либидо Пропало влечение Не хочу своего партнера Есть какой-то корень Есть какой-то корешок Это могут быть различные обиды Различные Какое-то было насилие совершено Какое-то вранье То есть есть какой-то стресс Стрессовый фактор Который отбивает все вообще желание Потому что Когда мы находимся в стрессе Что у нас вырабатываются? Различные стрессовые гормоны Правильно? Когда у нас Представимся Допустим, давно еще Когда были тигры Там львы-мамонты Такие там Саблезубые Представьте себе Вот бежит за мужиком Саблезубый тигр И он такой Блин, что-то Наташку хочу Пойду Погоди Сейчас я сбегаю По-бырому Не до этого Ничего не хочется В момент стресса Ничего не охота Хочется вот либо бежать Либо бить Либо бежать Вот и все Далее Это подавление личности Когда человек вас постоянно подавляет Он начинает вами манипулировать Он говорит, что ты Никчемный Никчемный Никакая То есть он начинает давить вас Вообще в принципе во всех сферах вашей жизни Зачем тебе новая работа Зачем ты ходишь в зал Зачем ты покрасил Зачем ты делаешь Зачем ты с ними общаешься Он вас изолирует Подавляет полностью То есть он у вас Вашу личность Вот так Кожутка В маленький-маленький комочек Который просто Легко жонглировать Прям-пам-пам-пам И пнуть его куда-нибудь На небо за солнышком Далее Это Далее Это чрезмерный контроль Это Такой контроль Когда Ваш партнер постоянно пытается Знать где вы Знать с кем вы Что вы будете делать Что вы ели Куда вы ходили Чтобы вы отчитывались Понимаете Что прям по видеозвонку Да Я сейчас тебе позвоню По видеозвонку Где ты С кем Ты что-то делаешь Почему ты не поднимаешь Почему ты не отвечаешь Это так же Нарушение ваших личных границ Если вы по этому Постоянно ведетесь И вы еще этому Подыгрываете Скажем Пляшете под его дудку Только усугубляете ситуацию От которой потом Просто будет Очень-очень-очень Сложно отойти Далее Это насилие Любое насилие Это не обязательно То что Вас будут Принуждать К насилию Таким сексуального характера Хотя кстати Даже в отношениях Если вы не хотите Ваш партнер Хочет вас заставлять Это тоже Насилие сексуального характера Это равносильно С изнасилованием То есть Ну не важно Какой человек Здесь просто смысл один Потому что Когда вы не хотите Когда это идет Против вашей воли Еще раз Не обязательно Насилие сексуальное Это может быть Физическое насилие Побои Дергание вас Тряска Швыряние Удушья Не знаю Пощерчины Поджопники И так далее Это может быть Финансовое насилие Тоже Допустим У вас все финансы Все деньги Как вам сейчас рассказывал Допустим Про подавление личности То же самое Это все насилие Вот любые виды насилия Их надо моментально пресекать Моментально Не пресечешь сразу же Все Это будет по накатанной По накатанной Сначала он замахнется Потом он толкнет Потом он трясанет Потом он даст тебе леща Потом он даст тебе с кулака Потом с колена Потом в печень Потом прогиб Потом не знаю Битый Куда-нибудь В общем Любое насилие нужно пресекать Самый такой фактор Теперь уже ярый Это измены Если с твоей стороны Ты уже понимаешь Что у тебя есть заинтересованность Противоположным полом У тебя есть заинтересованность Мужчинами Либо у него есть заинтересованность Женщинами Здесь давно уже Пора все заканчивать Когда уже проявляется интерес Называйте как хотите Вот сейчас Мы сейчас не будем разбирать С вами вот эти измены Под измены То что там Эмоциональное Душевное Физическое Это все хрень Есть просто понятие измена Какая разница Какая она Это вопрос То что вы себе Так можете оправдать Некоторые скажут Ну нет Физическая измена Там это физическая измена Душевная Хрень собачья Это все измены Это все предательство По факту Это так оно и есть То есть У говна У него нет веса Понимаете То есть как бы это говно Вот вас можно испачкать пальчиком Дерьмо А можно у вас лепеху кинуть Вам так и так Будет неприятно Вот и все Любые измены Если вы изменяете уже Либо думаете об этих изменах Вас прям тянет постоянно Все Вы к своему партнеру Уже в принципе Ничего не испытываете У вас нет к нему тяги Есть какая-то проблема Да С этим можно работать Но с этим надо работать Вдвоем Вдвоем проходить терапию Вдвоем С своим партнером Идти на терапию Чтобы у вас У обоих это было желание Не то что вы его заставляете Или он вас тащит насильно А вы вдвоем этого хотите Спасти ваши отношения Найти причину Потому что измена Это не причина Измена Это следствие Это следствие Как раз таки Может быть Вполне всего вышесказанного Того что-то уже было Накопилось 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 Уже нет никакого желания Быть этим человеком И вот ты думаешь Что же делать И бац Появляется на горизонте Кто-то Кто дает тебе эти эмоции То есть По-своему ты голоден Ты испытываешь голод Какой-то дефицит Определенных эмоций Появляется он или она Дает тебе эти эмоции Все У тебя Хочу его Хочу ее С этим можно работать Но с учетом желания Именно обоих людей Если будешь ты работать С этим одна А ты это никак не поработаешь То есть Здесь проще Просто Действительно Расставить с точки над «и» Не мучить человека И не мучить себя Чтобы ничего не скрывать А делать то Что именно ты захочешь Далее Это прям уже отвращение К партнеру Когда ты К человеку Испытываешь Полнейшее Полнейшее отвращение Он тебе просто Неприятен Просто Ты смотришь на него И тебе Запах тебя уже Его бесит Не знаю Пот Я вообще молчу Просто прям Блевать тянет Отвращение От него идет Тебе просто Он не нравится Не нравится Как он разговаривает Тебе не нравится Как он смотрит Тебе не нравится Как он не знаю Чешется Смотрит Что-то Думает Мучит Храпит Дакает Дакает Угукает Тебя просто все бесит, даже как он жует тебя бесит, как он спит тебя бесит. Вот такое прям уже отвращение от человека, вот такое прям сильное раздражение, такая дистанция, когда у вас еще прям желание появляется даже спать на разных углах кровати, либо вообще на разных кроватях, в разных комнатах, либо вообще в разных квартирах. Здесь действительно стоит задуматься, а с какой целью тогда вообще вам нужны эти отношения. Ну и самое последнее, это надо, наверное, даже было с него начать, но это обида. Сейчас объясню почему. Ну, долгие хронические обиды, они всегда влекут за собой вторичные чувства. Не для вас. Смотрите, обида, вина и топорные чувства. Сейчас такой будет для кого-то инсайд подарок, да? Обида и вина и топорные чувства. Вот, допустим, вы обижаетесь на своего мужчину, у него автоматически будет появляться чувство вины, а нам некомфортно, мы хотим из него выбраться, нам не нравится это чувство. И то есть, по-своему, вы начинаете манипулировать человеком, что вам что-то не нравится, вы с ним не разговариваете, можете там поплакать, отвернуться, уйти, сбежать, показать свою обиду, свое недовольство. У человека возникает чувство вины, тем самым он вынужден подстроиться под вас, извиниться, что-то понять, осознать. То есть, это попытка человека изменить. Обида – это всегда плохо. Обида – это подавленная злость, это форма злости. То, что вы не можете в открытую сказать, в открытую высказать, что вам не нравится, вам проще отвернуться и все, и не разговаривать. А мужики, многие они не телепатальны. Такие многие, большинство мужчин, они вообще не телепатальны. Они не знают, что у женщин в голове, они не понимают просто этого. У них есть факт – сделал, пошел. Сказал – сделал. У большинства мужчин, я сейчас говорю про адекватных зрелых, я не буду говорить про вам, про, не знаю, там, бабоподобных мальчиков. У мужчин, у него так, смотрю прямо, иду прямо, говорю прямо. У него нет такого. Смотрю туда, думаю об этом, иду туда, не знаю, делаю то-то. Нет, это уже не мужчина, это уже что-то среднего такого рода. И вот, когда вы постоянно оходитесь в чувстве обиды, либо он вечно обижается, и тем самым вызывает у вас чувство вины, манипулятор, это просто называется обычная манипуляция. То же самое, в этом чувстве некомфортно находиться никому. Там уже у вас не будет ни секса, ни разговоров, ни общих тем, ни какого-то состояния счастья и блаженства. Так вот, мои дорогие, если вы нашли хотя бы три пункта из того, что я вам сказал, который длительное время, длительное время сопровождает ваши отношения, ну хотя бы за это даже месяц, представим, все вы в этом находитесь, это уже длительно достаточно, находиться в таких стрессовых ситуациях. Делать соответствующие выводы. Если вы уже нашли пять пунктов, либо более, то нет смысла спасать то, что уже давно умерло. Понимаете, это то же самое, что человек погиб, а вы хоть и труп пинаете в надежде, что он встанет. Он уже разлагается, а вы все пинаете, пинаете. Вы ему искусственное дыхание делаете. Он уже там скелет остался, вы пытаетесь ему реанимировать его. Там нечего реанимировать. Поэтому надо работать либо на корню, когда только это все зарождается, если у вас только начались отношения. Если еще вы мало вместе, у вас только-только появляются какие-то кризисные ситуации, с ними можно работать, с ними нужно работать. Если же вы это запускаете, это идет все по накатанной, по скатанной, и все, реанимировать будет поздно. Поэтому берегите себя, берегите свои отношения, всех обняло не сильно. Пока-пока, до новых встреч, увидимся.